здравствуйте дорогие друзья с вами на связи артем уточкин и в этом видео мы с вами разберем прием подачи с правым боковым вращением вы помните что в предыдущем видео мы с вами разбирали прием подачи с левым боковым вращением когда при подаче ракетка идет справа налево это у нас левое боковое вращение в этом видео мы разберем как принимать подачу с правым боковым вращением когда ракетка идет слева направо например при подаче топором либо при подаче слева значит здесь принцип точно такой же я напомню о чем мы говорили в предыдущем видео мы говорили о том что есть два варианта приема подачи с вращением когда вы либо нейтрализуете вращение проталкивая его вперед либо ставите правильный наклон под вращение здесь при приеме подачи с правым боковым вращением все эти нюансы остаются точно такими же только единственно что если при левом боковом вращении подачи на меня шла в эту сторону и я ставил наклон справа вот таким образом слева вот таким образом то здесь когда на меня будет идти в другую сторону мяч будет крутиться а вправо я буду ставить слева наклон вот таким вот образом Справа наклон вот таким вот образом, чтобы мяч у меня не улетел. Но давайте, чтобы было понятнее, я сначала покажу, как и куда. Во-первых, как на меня будет подавать мой партнер в этом видео. И куда улетает мяч, если поставить ракетку просто таким вот образом. Посмотрите, пожалуйста. Вы видели, да, что если просто ракетку подставить вот так вот прямо, то мяч улетает в эту сторону. Чтобы он в эту сторону не улетел, у нас, как я уже сказал, есть два варианта. Либо мы проталкиваем мяч таким образом, нейтрализуя вращение, придавая ему немного силы, и он летит на ту сторону. Это у нас такой более атакующий прием. Либо мы ставим наклон. Давайте посмотрите, как я сначала проталкиваю мяч вперед, чтобы он не улетел. А потом, как я ставлю наклон левой и правой стороной, и мы с вами пойдем дальше. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует. 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 и оно как бы перестраивается, переформатируется, можно так сказать, в другое вращение. То есть, если на меня шло правое боковое вращение, я принял с таким наклоном, то на человека, который подавал подачу, уже в свою очередь идет левое боковое вращение. То есть, вращение как бы переформатируется и переворачивается наоборот зеркально в другое вращение, потому что вы оставите вот такой вот наклон, такой вот угол. У многих любителей проблема именно с тем, чтобы определить какое идет количество вращения в подаче, то есть идет ли боковое нижнее, идет ли боковое верхнее и на первом этапе я рекомендую вам учиться принимать подачу именно за счет наклона и здесь такой момент, что только с опытом и определенной практикой вы начнете понимать в каком случае нужно ставить чуть более открытый наклон, если идет например боковое нижнее вращение. В каком случае нужно чуть больше закрывать вот так вот наклон, если идет например больше бокового верхнего, только с практикой, потому что сразу вот так вот объяснить и рассказать все в деталях, что вот если например соперник подает так, то там точно боковое нижнее или точно боковое верхнее, это не получится, то есть это приходит с практикой. Но в любом случае учитесь принимать подачи именно с наклоном, с определенным набором опыта, определенным набором игрового багажа, у вас будет получаться все лучше и лучше определять какое все-таки идет вращение боковое верхнее или боковое нижнее. И вы будете уже правильно выставлять наклон, что при приеме подачи с левым боковым вращением, что при приеме подачи с правым боковым вращением, у вас уже будет в какой-то степени автоматом ракетка вставать в нужное положение. Главное постоянно над этим думайте, вот то есть если у вас например мяч летит в сетку, то значит нужно чуть больше приоткрывать ракетку. Если мяч летит за 100, значит наклон должен быть более острым, то есть используйте вот эти моменты в игре, ну и плюс иногда применяйте то, что я вам сказал по атакующим элементам. Если видите, что подача идет с боковым верхним вращением, если боковое верхнее вращение сильное, что в эту сторону, что в эту сторону, то лучше по ней играть конечно атакующим элементам. В таком случае мы проводим ракетку вперед, как бы достаточно так жестко мяч зажимаем, то есть у нас в этот момент ракетка не должна болтаться, потому что да, мяч может улететь в сторону. То есть мы так его немножко как бы прикрываем, нейтрализовываем вот это боковое верхнее вращение и за счет своей определенной силы, которую мы придаем мяч, мяч летит на стол достаточно таким хорошим активным элементом. В общем-то это все, что я хотел сказать вам в данном видео по приему подач с правым боковым вращением. Если вы вот на это видео наткнулись на ютюбе и не смотрели видео про прием подачи с левым боковым вращением, то вы можете сейчас посмотреть его вот здесь вот, кликнув по этой картинке. Ну а у меня на этом все. С вами был Артем Уточкин. До встречи в следующих видео уроках. Я благодарю вас за просмотр данного видео и буду очень признателен за ваши лайки и комментарии. А если вы хотите получить больше пользы и результатов от моих обучающих материалов по настольному теннису, тогда подписывайтесь на мою e-mail рассылку. Это абсолютно бесплатно и ни к чему вас не обязывает. При этом подписавшись на мою e-mail рассылку, вы начнете регулярно, как правило каждую неделю, получать на свой e-mail новые полезные материалы по настольному теннису лично от меня. Причем материалы из рассылки, как правило, публикуются нами в интернете с большой задержкой, либо в урезанном виде, либо же некоторые материалы вообще не публикуются. То есть подписываясь на мою e-mail рассылку, вы гарантированно будете получать мои свежие статьи и свежие видео уроки вовремя, в полном объеме и одним из первых. Кстати, сразу же после подписки на e-mail рассылку, вы получите несколько очень полезных обучающих видео уроков по самым базовым моментам настольного тенниса, которые должен знать каждый уважающий себя любитель, независимо от его уровня. Подписка на данный момент доступна на моем сайте artemuточкин.ru, либо же если вы смотрите данное видео на ютюбе, то сейчас справа от меня появится баннер, кликнув по которому, вы перейдете на специальную страничку, на которой сможете оформить свою подписку совершенно бесплатно. Итак, кликайте по баннеру справа от меня, подписывайтесь на мою e-mail рассылку и до встречи в первом видео уроке, который вскоре придет на ваш e-mail.